Одной из главных сфер, где нужно срочно решать накопившиеся вопросы, в Рио губернатора назвал ЖКХ. Он рассказал, что в области создадут рабочую группу, которая будет взаимодействовать с недобросовестными управляющими компаниями. И жители Самарской области, и общественность, та, которая, по крайней мере, занимается вопросами ЖКХ, готовы к работе в новых условиях и с теми предложениями, которые были высказаны. Поэтому мы готовы оказать сияческую помощь исполняющему обязанности губернатора в решении проблем жилищно-коммунального хозяйства. Множество обращений жителей во время прямой линии касались состояния автомобильных дорог и транспорта. Начиная со следующего года, в Самаре будут обновлять по 30-50 трамваев в год. Появится 152 новых автобуса. Также Вячеслав Федорищев заявил, что в городе отремонтируют около 69 километров дорожного полотна. Да, это тоже проблема. Мы о ней все, в общем-то, знаем, видим, да, что есть дороги, которые приводятся в порядок, более-менее они в хорошем состоянии, но очень в плохом состоянии внутрикварталка, да, и есть дороги под высокой нагрузкой, как Московское шоссе, где и колеи, и все, и, конечно, да, то есть это одна из таких проблем, которые требуют, ну, уже совершенно иных, видимо, размеров финансирования и, ну, иного подхода к ремонту. ЖКХ, конечно, и дороги – это наше все, наша больная тема. Мы очень надеемся, я говорю от лица нашего дома, что все вопросы, которые есть, они в ближайшем будущем, конечно, разрешатся, но мы, как жители, будем, конечно же, поддерживать, помогать и участвовать во всем, где нужно это. Активисты отмечают готовность главы региона подробно вникать в каждый вопрос и находить пути его решения. Это желание и возможность проникнуть вглубь любой проблемы, разобрать ее по деталькам, как конструктор, да, и создать из этих же деталей совершенно другую конфигурацию, которая позволяет действительно получать качественно новые преобразования. На прямой линии обсуждались и вопросы благоустройства. Вячеслав Федорищев рассказал, что в области будут появляться по пять новых фонтанов в год. Что касается здравоохранения, то квот на прохождение бесплатного МРТ станет на 12,5 тысяч больше. А число аппаратов для обследования увеличится до 20. Жители города оценили перспективы развития Самарской области. Мы знаем, что исследовательская часть, она важна для общего постановки диагноза, так сказать. Поэтому эта аппаратура, конечно, очень нужна и важна. И очень много врачей в Самаре, очень много хороших, замечательных врачей. Им и в этом нужно помогать. Транспортные изменения однозначно положительно повлияют на город и жителям станет легче добираться до нужных мест. Положительно, вот как осудан автобус. Хочется что-то новое, чтобы ездилось приятно в любом случае. Нам очень нравится, что выбрал он направление благоустройства, дорогостроения, озеленения, формирования комфортной среды, доступной среды. И чтобы обновлялось что-то, всегда положительно относимся, да, а к дорогам тем более. В ходе прямой линии в Рио губернатора затронул и тему туризма. Он подчеркнул, что это предмет большой работы, которая приведет к росту экономики. Здесь необходимо создать возможности для предпринимателей реализовывать большие масштабные проекты. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.